Уборка зерновых культур началась в Кенель-Черкасском районе. О превратностях погоды, новых методах работы и прогнозе земледельцев расскажут наши корреспонденты. Капсулу времени для потомков заложили школьники Отрадного. В своем послании будущим поколениям они высказали самые сокровенные мечты. В Сызрани действует муниципальная программа обеспечения жильем молодых врачей. О счастливом обладателе ключи от новой квартиры и самом проекте расскажут наши коллеги. Идеальная мама. Какая она? Наверное, для каждого ребенка его мама идеальна. У жительницы города Сызрани Галины Петровны Морозовой шестеро приемных детей. Один из сыновей имеет инвалидность. В новом учебном году он продолжит обучение школьным дисциплинам на дому. Но лето продолжается. С началом каникул Галина Петровна устраивает незабываемые праздники для своих детишек на свежем воздухе. Подросток с синдромом ДЦП. 16-летний Кирилл закончил в этом году 9 классов на домашнем обучении. Но побывать на долгожданном выпускном в школе, где был прикреплен, не смог. Его приемная мама не дала мечте разрушиться. За праздничным столом собрались друзья. Те, кто не боится сложностей. Это семьи, в которых воспитываются приемные дети, в том числе с ограниченными возможностями. Дружная компания, красиво накрытый стол, веселая развлекательная программа. То, что делает Галина Морозова по силам далеко не всем. Это есть одно стихотворение. Я такое могу, что не каждая юная выдержит. Бывший директор парка имени Горького показала нам свой дом. Огромная ухоженная территория с баней, бассейном, тренажерным участком и даже музеем. Раздолье для детей. Галина Петровна после смерти родного ребенка воспитала 6 приемных. Один из которых с инвалидностью. Всем им она дала путевку в жизнь. Для всех мамы и для тех мам. У меня вот девочки две сейчас замужем. У той дети, у другой дети. Приезжают, общаемся. Вообще у нас в семье заведено проводить праздники. Уже многие годы, у меня 6 детей прошло через нашу семью. И многие годы мы каждый раз проводим какие-то праздники эти. Галина Петровна с гордостью показывает грамоты семьи и своих детей. Бороться – это, похоже, ее жизнь. Она и от Кирилла не отступится, так же, как когда-то не отступилась от другого своего сына – Алексея. Сейчас он приехал на летние каникулы к маме из Москвы. Усыновленный когда-то мальчишка, которому в 4 года ставили пугающие диагнозы по умственному и физическому развитию, сам после 9 класса поступил в Московское музыкальное военное училище и был отобран среди лучших для участия в параде победы на Красной площади. «Какие ощущения были, когда ты проходил?» «Ну, радостные, потому что шел перед трибуной, видели все, можно сказать. Мама видела, радовался очень». Неутомимая и сильная в своем возрасте Галина Петровна умеет завести людей. Кажется, ее энергичность распространяется и на окружающих. Все близкие и знакомые, а главное дети, говорят – вот она, идеальная мама. В губернии проходит уборочная страда. На днях уборка зерновых культур стартовала в Кенель Черкасском районе. Конечно, капризы погоды весенне-летнего сезона не могли не сказаться на урожае. Но аграрии его оценивают довольно позитивно. С более поздними сроками уборки кенель-черкасским земледельцам помогают справиться новые методы работы и современная техника. Погода в нынешнем году преподносит множество сюрпризов. Проливные дожди, необычайно холодные для летнего периода нашего региона ночи, частый резкий температурный перепад – все это не могло не сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур. Я сказал по своему опыту, что этот год вообще редкостный. Чтобы такие были затяжные дожди с весны, холодно было очень. Чтобы так продолжительно холодно не было никогда. Наши материологи самарские говорят, что это было где-то в 30-х годах прошлого века. Вот из-за этих погодных условий, я бы сказал, не на две, а на три недели до нас сместились все сроки. И сейчас мы бы уже давно должны были убирать, убирать, заканчивать уже озимые, как в те годы у нас было. А в этом году мы только второй день приступили нормально убирать озимые пшеницы. Все же, несмотря на погоду, урожай в этом году будет. Для яровых культур, которые могут переносить даже незначительные заморозки, погодные условия оказались очень даже благоприятные. Однако сложившиеся условия негативно сказались на озимах. Урожайность культуры будет незначительна, но ниже, чем в прошлом году – менее 17 центнеров с гектара. Да и способ уборки изменился. И то мы убираем раздельно. Сначала косим, потом подбираем. А напрямую, как мы раньше делали, сейчас пока еще хлеб не подошел. Подойдет, я так думаю, что где-то через неделю. При хороших погодных условиях. Ну, виды на урожай неплохие, хорошие. Значительно ускоряют уборку современные косилки. Производительность данной косилки в разы превосходит многофункциональные комбайны. Тем не сравнить, конечно, это. Но с ним лучше. С новой техникой. Удобно и быстрее. Больше 100 гектаров можно, если ровное поле. Можно косить. В день? В день. Но, несмотря на то, что иностранная техника заметно сокращает время уборки культур, машины отечественного производства порой незаменимы в поле. Уборку сои, например, могут осуществлять только комбайны Нива. Да и так называемая уборка напрямую проходит преимущественно на российской технике, многофункциональность которой также значительно ускоряет уборку зерна. Уборочные работы только начинаются, поэтому о средней урожайности зерновых говорить пока рано. Но то, что воловой сбор зерна составит более 100 тысяч тонн, никто не сомневается. В летние каникулы в Кенеле прошел первый в губернии областной фестиваль молодежных субкультур. Он стал настоящим праздником молодых талантов. На творческой площадке фестиваля выступили 8 городов и 12 районов Самарской области. Такой масштабный фестиваль прошел впервые с целью поддержки талантливой молодежи и развития молодежных субкультур. И Кенель в качестве площадки для проведения первого фестиваля молодежных городских сообществ выбран не случайно. Идея проведения была утверждена на заседании выездной расширенной коллегии Министерства культуры Самарской области, состоявшейся в Кенеле в декабре 2016-го. А инициатором проведения молодежного форума выступил глава городского округа Кенель. Мы с удовольствием поддержали эту идею, потому что считаем очень важным дать ярким молодым людям реализоваться в творчестве. С помощью Министерства культуры учрежден приз 60 тысяч рублей гран-при победителю фестиваля. Самое интересное происходило на главной сцене Центра культурного развития. Здесь демонстрировали свое мастерство, технику и пластику, претендентные названия лучших в современной хореографии. Рэперы читали ритмичные мотивы, а музыкальные миксы диджеев невольно заставляли танцевать зрителей. На фестивале смогли проявить свой талант и уличные художники граффити без лишней скромности. Молодежный форум участников впечатлил. Артикул для многих стал площадкой стартап, где можно и себя показать, и у других поучиться. Подготовка участников была серьезной, а каждое выступление зрелищным и вызывающим шквал эмоций у гостей. Но в гонке за первенство кенельская команда стала абсолютным лидером. Ребята завоевали наибольшее количество призовых мест и получили гран-при фестиваля. Анастасия Караульная, Андрей Хватько, телеканал «Надежда», город Кенель. Детвора от радного летние каникулы проводят с пользой. Ребятишки так называемого сорокового квартала с улицы Пионерской решили оставить потомкам свое послание в виде капсулы времени. Решили и сделали. Подошли к этому событию они вдумчиво и творчески. 12-летняя Вероника рассказывает, идея пришла из мультфильма. В одном мультике закапывали капсулу времени. Ну, вот так вот и придумала капсулу времени. У нас-то не закапывали ни разу. Я положила фонарик и ручку, чтобы знали, что мы умели писать. Ну, да, и что у нас такое есть приспособление. По словам девочки, она до конца не верила, что придет хоть кто-то. Несмотря на это, расклеила в своем микрорайоне почти 40 объявлений с приглашением на закладку капсулы. Молодцы. Дети молодцы, что им не безразличны на наше время. Они молодцы. Только копать-то глубоко надо. Была бы идея, а помощники найдутся. У соседей взяли лопату. Кто-то принес пакет. Внутри мелкие предметы и детские игрушки. Со взрослой и серьезной капсулой времени эту роднит только идея. Тома дала вот эту куклу, я ее положила. И если малыши положили в коробку времени первое, что пришло им в голову, то старшие ребята к оформлению своих посланий подошли серьезно. Я написал самые откровенные пожелания не только своему любимому городу Отрадный, но и всей России в целом. То есть я хочу через несколько лет уже, когда появятся дети, прийти на это место, где будут производиться закупки и посмотреть, осталось ли это все или уже просто-напросто растворилось. Копать яму под импровизированную капсулу времени взялись старшие ребята. Твердая почва и корни дерева осложняли дело. Нашли еще одну лопату и спустя полчаса напряженной работы яма необходимого диаметра и глубины была готова. Всего по объявлению Вероники пришло 15 человек. По меркам города мало, но не для мероприятия самостоятельно организованного пятиклассницей. Мария Бондарева, Максим Ковальчук, телекомпания Отрадный. В городе Сызрани действует муниципальная программа по обеспечению жильем молодых врачей. Она позволяет решать проблему имеющегося дефицита в области медицины, недостатка молодых специалистов узкого профиля. При устройстве на работу здесь они получают стимулирующее материальное пособие. Также из городского бюджета финансируется обучение студентов-медиков. Ради таких моментов он приехал жить и работать в Сызрань. Его кандидатуру выбрали не случайно. О себе Абди Алибаев говорит «Я хочу работать на благо жителей Сызрани». Город небольшой, но приятный город, поэтому я издалека приехал сюда, чтобы здесь жить и остаться работать, трудиться с Сызранским жителем. Более двух лет врач работает в травматологическом отделении Центральной городской больницы. На церемонии сообщили, ему 29, но, несмотря на молодость, нейрохирург показал себя настоящим профессионалом. Тем более город остро нуждается в медицинских специалистах. Для привлечения медиков действует муниципальная программа. Выходя на работу, молодые врачи получают подъемные 160 тысяч рублей. 10 лет назад этот проект начался, и на сегодня врачам я могу с гордостью сказать, что мы уже 6 квартир передали. Врач Абди Алибаев благодарил. Теперь у него с женой и трехлетней дочкой есть своя двухкомнатная квартира в Сызрани. Анатолий Волошинский, Сергей Инкин, телекомпания КТВ «Луч», город Сызрани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова